здравствуйте друзья сегодня день необычный 2 мая сегодня ну в теории как бы те кто принимал участие в лотереи green card должны были бы иметь возможность проверить результаты и я с утра ну не то чтобы я мог проверить мне собственно смысла нет я не участвую но я с утра попробовал как-то так пробраться на основные ресурсы и доложиться вам но вот ресурсы лежат лежит ресурс лотереи государственной лежит форум мы говорим про вес где народ обсуждает и тему эту ну ну понятно да то есть как бы пиковая нагрузка ресурсы не выдерживают поэтому те кто на эту тему так ведут разговор заранее говорят ребята вы не спешите вы не волнуйтесь все живы все здоровы никуда ничего не делается ну так через три дня через неделю проверить и не ничего страшного вот эта тема актуальны у нас на канале я думаю что может быть тысячи людей тысячи наших зрителей участвуют все-таки у нас уже перевалило вот тут вчера за 120 тысяч подписчиков я я не знаю сколько из 120 тысяч принимают участие но я надеюсь что может быть так хорошо так за несколько тысяч а может быть и 10 может быть и 20 не знаю будем будем надеяться на лучшее смысле на удачу вот тут чистая удача и давайте сделаем так вот под этим видео будем докладывать о результатах когда я говорю докладывать о результатах я не не имею ввиду такой обычный результат типа там в пролете вот а я имею ввиду что если у кого действительно получилось уже доложитесь вот поделитесь радостью вот но если не получилось тоже можете поделиться делу такое я могу сказать интересную блогеры которые так как так или иначе завязаны на иммиграционную тематику вам скажут что обычно вот после оглашением результатов матерей но неважно 2 мая или 4 как в прошлом году вот проходит там буквально несколько дней и какое-то количество людей подписчиков подписчиков но возмущенные огорченные вот в растрепанных чувствах они отписываются возмущенно не не то что конкретный блогер там и противен стал а вот тематика сама раз вы так я вспоминаю в пятидесятые годы был фильм про абитуриентов по-моему так и назывался даже абитуриент я не помню но я не жил в пятидесятых в смысле я маленький очень был я 56 года рождения но фильм этот показывали частенько в 60 это мы дальше и там была девушка она приехала в москву из провинции поступать в ну куда-то в институт такая знаете распальцованная идиотка такая но она не то что идиотка она там может быть даже медалистка школьная была по жизни идет и она поступала не куда-нибудь а прямо в мгу и значит и на первом экзамене ей не поставили пятерку понимаете вот она там откуда-то была вот ну и там может быть она была целой звездой я не знаю а вот приехала в мгу поступать ей не поставили пятерку возмущенная распальцованная идиотка забирает свои документы уезжает обратно в провинцию значит вместо того чтобы там спокойно поступить там но может быть не со всеми пятерками на общем короче такие люди интересны да и возмутилась она что вот не оценили ее по всем достоинствам так я к чему говорю что вопрос то ведь в том что мгу она до сих пор там стоит и в общем как-то хорошее учебное заведение а девушка так неизвестно что с ней стало там силе поступила ли она вообще куда-нибудь или там вообще что с ней стало такой кинематографический образ так вот и вопрос того что соединенные штаты они есть и будут а вот конкретный человек который играет там в лотерею вопрос том и вот судьба какая чё с ним будет дальше то есть может ему и не надо было так особо может ему не америка нужно было вот чтобы так из первого раза и непременно вот и лично лично он тогда конечно другая 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 система ценностей поэтому я к чему говорю что если человеку америк нужно он не должен расстраиваться из-за такой ерунды как лотерея а должен собрать мозги там до кучи и ответить себе на вопрос ну а если не лотерея тогда что тогда как ну вот и мы стараемся помочь с поиском ответа вот вчера два с половиной часа мы с со светланой ков отвечали на ваши вопросы 10000 просмотров слушайте еще сутки не прошли уже 10000 просмотром это здорово это здорово ну что ребята давайте значит переживем одну дату и одно событие то есть скажем тираж и после этого мы вернемся к мысли к рассуждению на тему о том а что что если не выиграл да то есть когда как раз и начинается все в эти самое интересное начинается когда выясняется что не выиграл вот там еще целый мир вот мы весь год этот мир и изучаем счастливы ребята и всем успехов кто задействован в процессе кто надеется счастливо